Всем в тренде и всех с первым сентября! Хотя не знаю, праздник ли это для кого-то, но все же сегодня первый день осени и мне хотелось бы подвести вместе с вами итоги последней недели лета, так как новинок было ну очень много, а особенно порадовали меня внезапные релизы от многих очень популярных исполнителей. Поэтому, ребят, сегодня будет много чего интересного для вашего плейлиста, но сначала давайте пройдемся по последним новостям и анонсам. В своем прошлом ролике я говорил вам, что новый альбом LSP выйдет уже буквально на днях, а именно 11 сентября, но я забыл вам сказать, как будет называться релиз. Если верить Genius'у и самому Олегу, то новая пластинка будет иметь название Love City, что нам как раз таки и намекает на продолжение истории двух предыдущих альбомов, а это уже очень интересно, поэтому я уже жду с нетерпением этот день. Так же, как и выход нового материала от Платины, который как раз таки на днях затизерил нам маленький отрывок будущего трека. А еще обладает, так же не собирается расслабляться и, судя по сниппету, он готовит опять-таки новый трек в дрил-звучании. И, наконец-то, Трувер представил хоть и сниппет, а не полноценный трек, но чувствую, что это будет Бенгером, который как только выйдет, сразу же влетит мне в плейлист. Ну а самую громкую новость этой недели забрал опять-таки Моргенштерн. Дело в том, что на днях его главному хиту под названием «Новый Мерин» исполнился один год. И в связи с этим событием он решил разыграть свой Мерседес среди подписчиков. Условия конкурса пока еще неизвестны, но уже в своем инстаграме для разогрева он начал разыгрывать деньги. По его словам, каждый день в течение 10 дней он будет выбирать рандомно в прямом эфире одного подписчика и отправлять ему 10 тысяч рублей. Сколько сигарет уже скурил? Опа, все, пожалуйста, посмотри. А счастливее ли? А можно еще раз? Вот так это? Это, наверное, скрин, да? О! Все, я просто думал, что там какие-то данные. Кстати, еще, судя по всему, они готовят какой-то новый проект под названием «Гэнг», так как на ютюбе появился некий канал с одним миллионом подписчиков, где шапки профиля как раз-таки размещены Слава Мерлоу, Маргинштерн и друг Славы Моторола Шеф. А вот Сикс Найну опять не повезло, его в очередной раз выставили идиотом. Дело в том, что уже через несколько дней он выпустит свой долгожданный альбом. И для того, чтобы поднять шумиху вокруг этого события, он начал троллить многих рэперов, дабы создать биф и получить внимание зрителей. Но, увы, Лилдер, у которого начался конфликт с Сикс Найном, рассказал в своем прямом эфире интересную информацию. Оказывается, команда Текаши предлагала деньги дёрку за то, чтобы он якобы создал фейковый конфликт. Поэтому теперь я и не уверен, что Сикс Найн когда-то враждовал Стрипи Рэдом. Мне кажется, что все это было просто постанова ради пиара. Ну и на этом у меня по анонсам все. И давайте уже перейдем, собственно, к обзору новинок. Поэтому приготовьте свои плейлисты, приятного вам просмотра, ну а мы начинаем. Многие из вас писали мне часто в комментариях, мол, знаю ли я исполнителей, которые делают музыку в стиле Лил Пипа. Именно МРэп. И я неоднократно старался вас знакомить с теми, кто делает что-то подобное. Но недавно я нашел очень годного исполнителя под никнеймом Гот Перри. Данный артист проживает в Крыму, и ему всего 20 лет. Но он уже успел очень круто проявить себя в данном жанре. И старается максимально развивать англоязычную музыку в странах СНГ. И, кстати, хочу сказать, что у него это получается реально круто. Ведь мне очень понравился его весенний альбом, и я всем советую вам с ним ознакомиться. А также в скором времени он еще выпустит новый микстейп, снимбиты которого уже есть в его группе ВК. Ссылку на которую я обязательно оставлю в описании. И вот это я прям реально рекомендую вам к прослушиванию. Не знаю как вам, но как по мне, эту неделю зато. Я заточил новый микстейп Телли Грейва под названием Рейджера. Точнее даже не сама пластинка, а Фитц Лил Морти. И я смотрю, что Дрил сейчас прям полностью перекочевал в Россию. Сначала это был Обладает, затем Олджи Будо, и даже Элван попробовал себя в этом жанре. И вот еще и Телли Грейв выпустил целый релиз, где большинство битов как раз таки в этом стиле. Да и в целом пластинка звучит довольно таки стильно. Много хороших панчей, интересных флоу и так далее. Но вот что-то в Телли мне не нравится. Не знаю что, может быть голос. Но несмотря на это, Фитц Лил Морти прям с удовольствием добавил себе в плейлист. На втором месте у нас идет нежданный микс тейп от Рокета под названием Ion Values, который вышел без каких-либо анонсов и предпосылок. Релиз включил в себя 7 абсолютно новых композиций. На фитах там как всегда отметились Фреско и Лил Дракхил. Кстати, обложка релиза походу является некой отсылкой к картине с Чивкифом. Хотя оригинал ее выглядит вообще вот так. И это якобы Эдем, то есть рай. В целом весь релиз он такой спокойный, на релаксе. И не каждый поймет, возможно, такую музыку. Но два трека там прям есть супер мощных в стиле Рокета. И они однозначно должны вам понравиться. Хотя я рекомендую, конечно, послушать данный микс тейп целиком. Она хочет трэп мой, забираем трэп, яп. Она хочет трэп мой, забираем трэп, яп. Она хочет трэп мой, в руках маниплесс, это трэп-доп. Куплю Мерседес, АМГ, хоу. Смотри на меня. Но помимо Рокета, также еще и Тифэст представил нежданно новый альбом под названием «Любовь грустная». И здесь треки также пропитаны релаксом и спокойной атмосферой. Но, честно, мне вообще не понравилось. Я, конечно, уважаю эксперименты, это здорово. Но, как по мне, Тифэст начал двигаться в каком-то странном направлении. При этом имея большой талант и потенциал. Надеюсь, это просто эксперименты и поиски самого себя. Но хотелось бы что-то от него услышать, наконец-то, драйвовое. Следом у нас идет новый релиз от ЛСП под названием «10 негритят». И хоть новый трек я так и не добавил в плейлист, все же текст и общий посыл мне здесь безумно понравились. Радует то, что Олег остается в своем мире. Он точно делает музыку не такую, как все, и этим как раз таки и выделяется. Да, здесь он затронул тему нынешней хип-хоп-индустрии, обвиняя ее в однообразности. Что все носят цепи, иногда даже не свои. Снимают одинаковые клипы, пишут одинаковые песни, употребляя одинаковые слова и так далее. Короче, за текст Олегу респект. За саму песню, ну, не знаю. У меня лично впервые такое, что я не захотел добавлять ЛСП в свой плейлист. Команда Гонфлада продолжает по очереди радовать нас новым материалом. Недавно Кейкбой выпустил новый трек, а на этой неделе своих фанатов еще и порадовал Айра. Осталось теперь только замкнуть круг и выпустить что-то Флиппер Флойду, а то он давно уже ничего не выпускал. А вот самым продуктивным исполнителем прошлого месяца я могу назвать Жаха Либа, так как он успел и альбом выпустить, и много фитов, а на этой неделе вообще возродил Каспийский груз. Ну, не в полном составе, конечно, но зато я прям проностальгировал. Очень годная работа. Также на этой неделе меня еще порадовала и Украина, а именно Трикки Ники, который в очередной раз сделал очень годную работу. Я, конечно, не особо воспринимаю ребят, которые делают музыку на английском, ну, именно те, кто проживает в СНГ, но как-то вот Трикки Ники мне прям всегда заходит. Наверное, из-за того, что это не копирка Запада, а реально свой стиль и лайфстайл. И за это ему респект. Советую, кстати, посмотреть всем данный клип полностью. После удачного коллаба с Луки и Аники под названием «Вокруг людей куча», который взорвал все чарты, видимо, исполнитель решил дальше работать в паре со своей девушкой. Выпустил на этой неделе новый трек под названием «Было или нет». А вот Rose 044 продолжает далее экспериментировать. И вообще не слышит фанатов, которые прям просят его вернуться к старому стилю. Новый же трек получил название «Один», и это очень легкая и атмосферная композиция, которая точно заставит тебя впасть в депрессию. Но зато Ghost Main вернул свой старый стиль и выпустил на этой неделе новый трек и клип, который точно понравится тем, кто любил такие хиты, как Андромеда или Меркурий. «Ноиз МС» выпустил новую композицию про путь к успеху, но самое интересное, что он назвал ее в честь такой компьютерной игры, как «Лига легенд». Ну а кому надоел весь этот рэп, и он хотел бы разбавить свой плейлист чем-то интересным, и необычным тому стоит ознакомиться с такой группой из Одессы, как Стас Ленин Бэнд. И да, это современный панк с элементами хип-хопа. Короче, ядерная смесь, которую я вам советую однозначно послушать, дабы отвлечься от этого однообразного рэпа. Кстати, все ссылки для ознакомления я оставлю в описании. Старый доп-клаб возрождается, ведь на этой неделе уже вышла вторая совместная композиция Томаса Мраза и байсикбоя под названием «Коротка». Но мне бы еще хотелось, чтобы и Томас как-то возродился к умению делать хитовые работы. Хотя, возможно, ему это сейчас вообще не нужно. Известная на Западе команда продюсеров интернет-мани выпустила на этой неделе новый релиз, в котором приняло участие большое количество западных звезд. Это и Lil Skies, 3P Red, Juice Woldt, Ganna, Future и еще много других. Что-то Офми последнее время продолжает активно радовать своих фанатов новыми работами. И эта неделя не исключение. Новая совместная композиция получила название «Панк», которая еще и обзавелась интересной и очень атмосферной экранизацией. Но самый годный и качественный клип этой недели однозначно за Егором Кридом. Да, как бы это странно не звучало, но его визуализация на песню «Девочка» с картинки смотрится как полноценный фильм, где, кстати, главную роль сыграла популярная тиктокерша «Карнавал». И если вы даже не любите творчество Крида, то просто хотя бы посмотрите клип. Уверен, он вам понравится. Ну а самый фриковый фит этой недели однозначно за Сявой и Пашей техникам под названием «Прёт». И давайте немного поговорим про Запад. Ведь там дрилл также очень сильно набирает обороты. И теперь еще дошел до Сапферго и Лилвейна. «Октавиан» в преддверии выхода своего нового альбома представил на этой неделе уже второй сингл с пластинки, совместно с Ганной и Сейн Джоном. Ну и напоследок хотелось бы вам показать новый клип от Энли Чоппы под названием «Daydream». Да, это трек из недавнего релиза, который, как по мне, является самым драйвовым. И на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. А также не забывайте, что все песни одним плейлистом будут в нашей группе ВК, а также на нашем аккаунте Spotify. И, конечно же, не забудьте оформить подписку на канал, чтобы всегда оставаться в тренде всех последних событий в мире музыки и YouTube. Я в тренде, а не в тренде, мы в тренде, что там, что там. Я в тренде, а не в тренде, с нами тусит мода, мода. Я в тренде, а не в тренде, мы в тренде, что там, что там. Я в тренде, а не в тренде, с нами тусит мода, мода.